Здравствуйте! В студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Сегодня в выпуске. Требуются строители, продавцы, медицинские работники и учителя. В Нижнем Новгороде открылась городская ярмарка вакансий. Спасти чью-то жизнь нижегородцы приняли участие в акции по сдаче крови на типирование для национального регистра доноров костного мозга. Лекарства от сезонной хандры. В представительстве МИД открылась выставка художницы Анастасии Поповой. Строители, продавцы, медицинские работники и учителя. Именно эти специальности сегодня являются самыми востребованными в регионе. Сегодня в городском центре занято-инселения прошла ярмарка вакансий. Более 20 компаний готовы предложить работу жителям региона. Среди них строительный завод, водоканал и Нижегород пассажиров и транс. Подробности у Юлии Себериковой. В зале городского центра занятости едва хватает места. Желающих предложить работу немало, желающих найти ее еще больше. Среди самых высокооплачиваемых вакансий зарплата в 90 тысяч рублей руководитель проектов, директор по развитию розничной сети, заместитель главного бухгалтера. Кстати, именно руководящие должности некоторых соискателей привлекают особенно. Приложений очень много, но хочу себя оборудовать в роли начальника. На каком производстве или на каком предприятии? Ну, скорее всего, в торговле. Можно выбрать. То есть здесь есть и, например, Нижегородский водоканал, такая большая компания. Вообще хотелось найти в банковской сфере, но пока только вот один банк нашла. Сегодня зарплата того же бухгалтера составляет 20 с небольшим тысяч рублей. Менеджеры более 23 тысяч, медсестры почти 14 тысяч, воспитатели 13 тысяч рублей. В рейтинге самых востребованных специальностей в квалифицированных рабочих кадрах больше всего предложений для водителей со средней зарплатой в 27 тысяч рублей. Самый острый дефицит кадров испытывают сферы строительства, обрабатывающего производства, здравоохранения, образования и торговли. Это продавцы, конечно же, продавцы-кассиры, это повара. У нас идет открытие собственного производства, расширения повара-универсалы, бригадиры, смены поваров. Также нам требуются охранники. Есть также руководящие должности, такие как руководитель службы экономической безопасности, старшие смены поваров, также директора гипермаркетов, зам директора гипермаркетов. У машиномонтажника зарплата сдельная. Они сколько заработают, столько получают. Они хорошо все зарабатывают, ну в среднем от 25-30 тысяч. Менеджеры работают с клиентами от 18 тысяч рублей. Это график 2 через 2, 15 смен работают, полмесяца всего. Всего в Нижнем Новгороде, по официальным данным, 3,5 тысячи безработных. Ярмарка вакансий – это возможность фактически пройти собеседование, отдать резюме и, может быть, трудоустроиться. Особенно это актуально для тех, кто приехал из другого региона и еще никуда не устроился. Я сам приехал, это относится к Челябинску, сюда, в Нижний Новгород. И вот решил здесь, я сам в Челябинске работал по специальности, но итог, и приехал сюда и вот решил тоже найти работу. Я специалист в области психологии, ищу профессию, связанную специальность. Сейчас мне предложили социальный педагога и хорошую возможность себе реализовать. Более 20 компаний готовы обеспечить нижегородцев работой. Среди них Нижегородский водоканал, Нижегород-пассажир-автотранс, судостроительный завод, Почта России и даже мукомольный завод. Для тех, кто сейчас находится в активном поиске работы, 22 марта будет организована очередная ярмарка вакансий. Юлия Серебрякова, Илья Васенин, столица Нижней. Сегодня в Нижнем Новгороде прошла акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. Организатором уже в четвертый раз выступил фонд НОНС. Благодаря предыдущим мероприятиям в Национальный регистр в качестве потенциальных доноров было привлечено около 1200 нижегородцев. Алексей Рожин тоже не смог остаться в стороне. В нашем регионе уже в четвертый раз проходят акции по привлечению нижегородцев к сдаче крови на типирование. Эта процедура необходима для того, чтобы стать потенциальным донором для трансплантации костного мозга. Совпадения здесь идут не по группе крови или резус-фактору, а по генотипу. В России уже три года существует регистр доноров, в котором всего примерно 65 тысяч человек, которые готовы к трансплантации костного мозга. Этого мало. Например, в Германии регистр насчитывает порядка 6 миллионов человек. Поэтому из российского регистра сделано всего 135 трансплантаций. Лейкозами, к сожалению, болеют и взрослые, и дети. В общем, примерно с одинаковой частотой. И для многих из них трансплантация костного мозга – это единственная и последняя возможность для того, чтобы выздороветь. Я хочу подчеркнуть, это очень важный, на мой личный взгляд, этот момент, что не отсрочить неизбежный конец, а действительно выздороветь. Стоимость поиска донора в немецком регистре стоит порядка 18 тысяч долларов, что для многих пациентов абсолютно нереальной суммы и, как следствие, фактически смертельный приговор. Для того, чтобы потенциальные доноры пришли на сдачу крови, трудится огромный коллектив, благотворительный фонд НОНС, сеть лабораторий «Гимахелп», который предоставила 20 кабинетов по городу и области, а также около сотни волонтеров. Мы готовим пакеты, инструктаж и отвозим им пакеты. Эти пакеты все разводятся в кабинеты лаборатории «Гимахелп» и, соответственно, раздаются уже волонтерам. И потом точно так же забирается кровь. То есть логистика, она, в принципе, выстроена благодаря тот же кабинету «Гимахелп». Собранную в пробирке кровь отвезут в Санкт-Петербург, где за счет средств Русфонда будет проведено ее типирование. Всего за время предыдущих акций более 1200 нижегородцев стали потенциальными донорами для трансплантации костного мозга. И если вы не успели сдать кровь в этот раз, обязательно сделайте это во время следующей акции. Возможно, именно вам удастся спасти чью-то жизнь. Алексей Рожин, Никита Вертлин, столица Нижней. Концепция есть, а программы нет. На заседании постоянной комиссии по экологии в Думе Нижнего Новгорода депутаты обсудили концепцию развития городских парков. Документ был утвержден в ноябре 2016 года. Он отражает более 50 критериев, которым должен соответствовать парк. Наличие экологических дорожек, правила работы с инвесторами, ландшафтный дизайн, сохранение уголков природы, возможности для проведения культурно-массовых мероприятий и многое другое. Сегодня, по мнению депутатов, ни один парк Нижнего Новгорода этим нормам не соответствует. Из концепции в итоге должна появиться внятная программа развития зеленых зон, но пока на ее реализацию деньги в бюджете не заложены. Под муниципальную программу должны выделить средства, чтобы мы, наконец, начали благоустройство и озеленение своих парков. Эти средства пока не заложены, но мы понимаем, что, во-первых, у нас будут доп. доходы города, во-вторых, мы видим, что данная программа может быть хорошей формой, с которой мы можем идти в правительство Нижегородской области, на уровень федерации, в связи с надвигающимися крупными мероприятиями, в грантодателям ходить, да, и под эту форму получать денежные средства для того, чтобы благоустроить наши озелененные территории. Представительство МИД России в Нижнем Новгороде продолжает знакомить жителей города с творчеством современных художников. Сегодня там открыта для посетителей персональная выставка Анастасии Поповой. Она работает в технике масляной живописи. На натюрмортах расцветают пылевые цветы, а пейзажи передают внутреннюю красоту природных явлений. Яркие позитивные картины первые гости выставки назвали лекарством от сезонной хандры. В планах представительства МИД показать картины Анастасии Поповой в Российском центре науки и культуры в Берлине. Мы должны делать так, чтобы творчество наших людей могли увидеть, могли услышать. Чтобы и к нам могли приехать, и нам показать. И это одно из направлений деятельности, которое крайне необходимо в международных отношениях, международных связей. И культурные связи, культурный обмен является базой и для побратимских отношений. Это и база для молодежного, студенческого обмена. И хороший мостик для установления двухсторонних экономических связей. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok